Не промакиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белица, сделала сметанный замес. Причем сметану жидкую. Вот эту жидкую сметану нашвырять на холм. Кроме того, белизна неба, небо здесь создает всему вот это молочное состояние. Поэтому вот с этого мы и начнем. Белизна неба несколько разовит. Добавишь розовиночку и вместе с ней все полностью добавляем жидкость. Слякотью этой сметаны белил наполнишь. Наполнишь, наполнишь, наполнишь. Полностью, полностью. Я фрагментально, ты на весь холст. Потом возьмешь тряпку, сделаешь из нее рабочий инструмент, фирушку. Все правильно. Распределишь. Не вытришь, но распределишь эту красочку, которую ты положил. Распределишь. Она вот мягко, хорошо распределится. Потом будешь брать цветнотики. Это и сиреневые вдали. То есть голубой и розовый. И набирать вот эти массы темных пятен. Тоновые пятна этих деревьев. Сначала может быть сиреневым. Весь рисунок обозначишь. Весь рисунок обозначишь. Потом плюс зеленый. Голубой и желтый. Тоже начнешь набирать на сиреневый. Потому что здесь главнокомандующий вот этот цвет. Розоватый, разбил. А уже все остальное дополнишь. Обычно небо и является этим главнокомандующим. У тебя очень похожая ситуация. Ресурс. Как будто ресурс только сиреневых цветников. Это будет хороший ход. Потому что когда в подкладке всюду будет сиреневизна, она и прозвучит. Вот это молоко погоды. Оно и прозвучит. Поэтому пусть будет. Я сейчас просто покажу на каком-то маленьком примерчике, как сиреневый будет помидывать из-под зеленого. И как это будет вкусненько. Вот допустим, чуть-чуть я в сиреневизну закладываю зеленцу. Ну это ж богатейший цвет. А все, если мы просто выкрасим зеленым, будет вкусненький? А так богатейший. И еще и по-легкому. Ну, теперь перевернешь тряпку, делаешь. Еще один цвет. Ну, немножко в цвете не попало. Не попало, синеватый. Так, красочки нормальное количество. Значит, мастихин умеет вот так разрабатывать поверхность. Он дает как бы ряд множества листьев. Взяла, допустим, сиреневый. Это голубой-розовый. И прямо вот таким штрихованием плашмя мастихина на швыряешь некоторые темноты. Некоторые темноты. Ты видишь, я сбрасываю иногда краску, которая на края набежала. Вот оно. То есть это не какой-то технический трюк, это просто сбрасывание. Вот она наша темнятина. Плюс коричневятина. Плюс висячая идея висячего отражения. То есть сначала ты расштриховала, потом пальцем создала вот это настроение отраженности. Сверху навито. Белица, желтица, голубица, то есть зеленьца. Вот она. Тоже пока штриховательная. Оно немножко будет в одно другое вмешиваться. Смотри, уже какое-то содержание сложноватое происходит. Сначала вот так мутно мастихина. И разбелый чуть-чуть. Вот эти разбелики. Вот они. Вот они. Сначала именно штриховать. Хорошо, прямо ощупаешь штрих. То же самое здесь. Сиреневилку загонишь, расштрихуешь. Потому что там сиреневый в большей степени. Вот он. Вот такой. Вот такой розочку. Тряпки. Будем брать красочку. И вот такими маканиями. Посмотри, как рождается вот это не только дерево. Это множество. Это вкусненькость. Ты посмотри. Но немножечко не только макаем, но и мазочечек. Вот эта рябушка. Рябушка сформируется. То же самое и там эта рябушка сформируется. Вот они травочки. Вот они. Посмотри. Давай так. Вот это лежачие. Не шпатлюем, а расштриховываем. Очень важный момент. Мы сразу начинаем шпатлевать. Это рефлекс у всех. У всех одинаковый рефлекс. Сразу шпатлевать. Штриховать. Вот это направление. Правда? Ну, так чего вдруг оно полегло? Не. Ты пошла укладывать краску по вот этой траектории. А там траектория вот она. С уклоном. Но не с таким. Но не с таким. А вот по косой. Вот так. Не параллельно к краю, но и не параллельно к нему. То есть маленький нюанс, да. Но меняющий все. Берила себя, хоть иногда выдавливайте. Ну, нет ни на одной палитре, ни на другой. Да вот же, Женя. А, ну, я же, да. Берила себе, поднадавить. Значит, травочку можно вот таким чвяком. Ну, лучше, чтобы она на твоей палитре была. Берила. Как-то разбегать туда. Вот таким чвяком можно создать. Прямо вот. Чвяк чуть-чуть протянутый вниз. Создать идею множества этой травы. Хорошо? Здесь у нас идея ржавенькой такой проседи. Без травной. Тоже намутить, намутить, намутить. Намутить, намутить. Рыжий. Вообще, желтый не любит быть без подкладки розового. Прямо постараемся запомнить эту странность, что когда есть розовизна, тогда и желтый неплохо сидит. Ты согласна? Я когда один, то есть не. То есть не. Никогда чистым желтым не лезем. Он сразу зеленеет. Становится противного цвета. И такого очень уж небывательского этого дилетантского цвета. Значит, с розовизной. Здесь тоже может быть немножечко то ли листву, то ли проседи. Может быть тоже помочь тряпкой вот это вот создать вихреватое. И потом к этому прибавить небольшое число листиков. Вот таких запятых попадавших листьев, которые будут уложены запятыми. Не в шахматном, конечно, порядке, а как можно разбросанней, стайками. Вот. Деревца. Прежде чем, да, правильно это сделала, только забор выстроила. Там нет такого. Там есть несколько сгусток сгусток деревцев и эпизодичные несколько. И все. То есть забора, который ты там нарисовала, нет. Согласны со мной, да? То есть ты нарисовала почти с одинаковым шагом забор. Там сгустками. Здесь сгусток, здесь и здесь несколько. Похожим образом стволик березочки. Можно даже несколько веточек увидеть вот этих. Тоже сначала прочертить, а потом уже темным снабдить. хорошо? Угу. Так. Вот эти гиганты посадить с изломом их. И потом уложим темнятинку. Прямо вот в это пространство начнем укладывать эти мощно-темно, как там и есть. причем от деревьев падают тени. Часто неопытный художник не рисует упавшую тень. И оно у него не приземлился. Сразу приземлился? Ага. То есть используем и эту историку. То же самое уложишь. Тоненькие вдали будут бледнее, поэтому ты чуть-чуть подпустишь разбеленности и ребром кисти вот эту тонкость насадишь. если оно совсем тонко возьмешь что-нибудь еще тоньше вытришь возьмешь малую меру красочки положишь на холстик и обязательно вытягиванием вытягиванием ладненько уложишь это облачечки у нас там чуть-чуть припачкалась да значит затрешь тряпочкой чуть-чуть затрешь эти места где припачкалась возьмешь мастихинчик возьмешь белильца и сделаешь вот такую забавную историку облака которые вот там из этого туманчика встают над всей этой вот они вот они дракончик укладываешь вот такой дракончик укладываешь вытираешь сразу и раздавливаешь вытираешь раздавливаешь появится вставшие оттуда облака если что линию вернее низ чуть-чуть размутнишь хорошо низ облаков мутен верхушечки выражены прикольно вода вот здесь сработаешь по такой технологии чтобы это было не сухомятка вытираешь вытираешь палец периодически и создашь идейку вписанного вкусно да здесь никакого косого а только внятно вертикальное внятно вертикальное ну и рыжего накидаешь рыжего не хватает край там очень ровен красиво когда край уползающий змейки ступенчатый это будет более художественно и так когда ты сделаешь вот это когда ты сделаешь это краю очертания края у тебя должны стать змейкой ты для этого будешь делать и чирки на воде а у береговой часто чирки более выразительны потому что касаются тверди вот такими чирками уходящими вдаль обозначишь которые будут ступеньками и плюс вот эта темненькая очерченность снизу напачкаешь ее тоже идеей ступенец а не ровный ровного ухода ну а потом доберемся уже до этих мест и так далее вот здесь светлиночку насадишь такую седенькую седенькую если она там давай так седенькую в смысле голубоватенько сизоватую кроме чернявости еще и краснявости на воде слишком вот такой характер червячков кроме того мы с тобой хотели побороться с этой сухостью смотри именно по краю идешь и борешься именно по краю тогда у тебя произойдет мутную мутную ну опять же краску надеюсь ты выдавишь и ты хотела сюда розового ну немножко подложила но можно еще обязательно по краю дополнительная и максимально ровно 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 не одинаковые звуки один допустим длинный очень длинный прямо длинный длинный вот это ряк на воде другой допустим два коротких третий какой-то средний четвертый может быть активный ой сейчас здесь полка четвертый может быть активный допустим то есть сет немножко разный хорошо темненькость немножко насадить сейчас подождите подождите вот что и раньше бы это темненькость и красненькость и заодно объединенность воды и под водой это вкусно то есть я посадил средний между ними цвет и тональность средняя и потом все что в воде обмутил а наверху осталась рябушка осуществить осуществить ну тоже темный тоже темный и маканием совершишь тут потому что листья упали ой 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 какие лепестки очень вкусно всегда когда вдали входит идея вот такого сейчас грязным пальцем грязь идея света вот прямо входит туда таким коридорчиком коридорчиком ага вот сразу видно что это туда далеко далеко то есть если делаем что-то подобное пусть то усиливаем это впечатление засади с этой стороны чтобы ты видел там свет отсвечивает маханькую можно буручку маханькую фигурочку и малоразличимую проволочку пустяк а есть некоторая прописанность у этого полюбленность у этого и сразу как-то особенное отношение к этому месту легкий намек на отражение на меч то есть ты видишь я не рисовал его я его припачкал легкий намек на звучание воды лежачей плоскости нарочито лежачей звучание это и листва там собралась в стайке вот она листва собралась в стайке в стайке и в стайке в стайке в стайке от Михаила отберись девушку если ее испугала сверху тоже диалоги Михаил не делась пожелающая помочь не 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 переборщик я переборщик я а так нормалек вот это рыженькое пятно можно положить и оставить только тихий следочек на ютубе полно нет полно полных видеоуроков все все видеоуроки полные есть сейчас на ютубе надо просто поискать ну надо поискать полный потому что есть полный все в порядке там чуть-чуть лежачие мазочки вдали поскольку плоскость лежит лежачие вдали рыхлые и лежачие рыхлые и лежачие чуть-чуть они же на переднем плане так бирюзовый съелся да так так чуть-чуть они на переднем плане с легким торчанием в высоту и вот так вот вот так торчащий характер травы вот он от этого выражается правда и прям поскольку было было мокро и понаросла травочка чуть-чуть легкая такая связь где-то опять чередуем лежачку лежачку и где-то опять легкую торчачку и все вместе сработали что-то там за счет фактуры да мы здесь сработали исключительно за счет фактуры однако вон сколько появилась рисунка в картине то есть ощущение что прямо так выписано то есть там мы с тобой укладывали тряпкой в начале теперь можно подсунуть и кистевые укладочки то есть не обязательно только тряпкой или только кистью ну мы попробовали и тот и другой вариант нежненько культурненько немножечко и здесь легенькую такую вот такую дымочку освещенных крон тоже не так нарочито как на переднем плане более мутно более растворительно и тоже дополнится содержанием а вот это вот ты вот хотела фигурку ты понимаешь вот это ничего вот эта муха присела на холст дала сколько звучания да услышите она великолепна как красиво я нарисовала так иди это фигурку рам и и и и и и